конечно же она треснула как-то я уже об этом упоминал что очень и очень хрупкие обравы на бритвах завода трудвача особенно на ранних или относительно ранних моделях данная же модель которая прибыла сегодня от константина которого я отдельно приветствую она наверное все таки хоть и с натяжкой но можно ее отнести к ранним 55 года выпуска данная модель поступила сегодня была осмотрена дополнительно мы провели диалог с законным владельцем в результате которого пришли к обоюдному согласию о том что предварительно до заточки бритву необходимо почистить естественно для того чтобы бритву почистить так как мне это видится правильным необходимо было ее разобрать естественно при разборе родная оправа треснула треснула в районе осевого поскольку осевой там заколачивали на двухмиллиметровой оси с завода никаких там шайб не было просто расклепывали я могу себе только представить какое количество бритв вернее какое количество оправ отбраковывалось прямо там на производстве в результате того что они лопались при вот при сборке но опять же таки неоткуда без добра вместо нее поместил я абсолютно роскошную оправу на три пина это кто-то из старых крайне приличных немцев и вот в общем то бритва если бы не вот этот вот эта линия хон износа на спине можно было бы сказать что бритва новая очень хорошо почистилась прямо великолепно вот он завод трудача 55 год еще старая манера написания отдельно надо скажем так бросить камень в вот этого конструктора вот этой формы бритвы несмотря на нужно тут какие-то шклявых 5 восьмых вы попробуйте на него право найти никаких тут горбиков нету благодаря которому имеется ввиду вот такая форма когда линия эрли идет на подъем и потом на спуск идет уже начиная от начала клинка если так можно выразиться так вот благодаря вот этому горбику бритвы в оправы меньшей чем вот это прячутся в размере 8 восьмых мы когда-то с этим уже неоднократно даже сталкивались здесь же вот это право над очень большой бритвы того работ бритвы в 15 16 размеры и к огромному счастью опять же таки удалось найти боночка напастная скажем так страховочная вот сюда клиночек ложится как родненький очень и очень хорошая но и естественно проверяем нарис волоса абсолютно стандартный звук поближе он такой цыкающий обратную сторону с таким же успехом ну что еще отметить вот этого скажем так вздернутости у носика ее изначально не было поэтому кто-то здесь постарался и оформить но это было еще наверно на то время когда нарезали вот эту линию на обухе но тем не менее удалось таким вот образом очень и очень хорошо и оформить такая получилась в общем-то подводя подводя абсолютно утешительный итог рабочая бритва я конечно сомневаюсь что она какие-то покажет сверхспособности но как рабочий инструмент будет вполне себе удобоварима ну и естественно состояние вполне вполне себе приличное если Константин как законный владелец не будет не будет ее брать в процессе бритья особенно в районе там эрль хвостовик мокрыми руками как правило те места они первее всего темнеет то будет счастье на долгие долгие не то что года и десятилетия и еще один момент необходимо всегда иметь ввиду что крайне важен и абсолютно необходим правильный ремень для правки без ремня никакой идеально заточенный клинок он долго не продержится я думаю там после пятого сеанса бритья уже ремень не поможет никак то есть необходимо бритву перетачивать заново поэтому прошу всех это держать всегда в уме бритва правку требует бритва правку любит бритва без правки не может поэтому правьте бритвы не ленитесь делайте контрольные тесты нарез волоса дабы четко контролировать состояние рабочее состояние вашего любимого инструмента у меня же на этом пока все спасибо за внимание до скорых встреч в эфире пока